...серебро в комбинации золота с лалами. Это достижение произошло Мануэля Дичента. Итальянская лыжница увезла из Норвегии пять медалей разного достоинства. Бронзу, два серебра и два золота. В женском биатлоне прошли всего лишь две индивидуальные гонки у женщин. Обе выиграла канатка Мириан Кледар. Еще одной заметной фигурой тех игр стала Бонни Блэр. Она стала первой женщиной, кому удалось выиграть три золота Олимпиады. Она первым стала в коньках. Но главным героем Олимпиады 94-го года стоит признать Йохана Олого Коса. Норвежский конькобежец сначала выиграл забег на пять тысяч метров. Затем отстоял титул на полуторке, а под занавес праздновал успех на марафонской дистанции в десять тысяч метров. Причем каждый раз он устанавливал новый мировой рекорд. Потрясающее выступление норвежца. Ну что же, мы возвращаемся к эстафете Олимпийского огня, который продолжает свое путешествие по Италии. Огонь прибыл в Тревиза. В этом городе находится штаб-квартир известного производителя одежды марки Беннетон. Также город известен тремя командами. Волейбольные, баскетбольные команды по регби. Они не раз выигрывали национальные первенства. А баскетбольные, волейбольные команды даже побеждали и на международной арене. В понедельник факел добирается до области Трентино-Альто-Адидже, одна из пяти независимых областей в Италии. В свое время эта часть Италии входила в состав Австро-Венгерской империи до Первой мировой войны. Сегодняшний путь завершается в Тренту, в столице региона. В деревне называли это место Тридентум, так как город окружает три холма. Среди последних факелоносцев Элеонора Берланда, она одна из лучших представительниц Италии в легкой атлетике, специализируется на дистанции 1500 метров. В 1996 году мне было 20, и мне у нее удалось квалифицироваться на Олимпийские игры. В 2004 году я вернулась после родов и была далека от лучших физических кондиций. В прошлом году я не принимал участия, я приняла участие в чемпионате мира, надеюсь, это поможет мне квалифицироваться на игры 2008 года в Пекине. А что вы чувствуете, когда проносят Олимпийский огонь по улицам родного города? Я испытываю гордость, думаю, что любой спортсмен мечтает об этом, особенно легкой атлеты, ведь этот вид спорта – один из первых в программе Олимпийских игр. В Трентино официальное заживание огня происходит на площади между двумя дворцами XII века. Потрясающее зрелище. Во вторник, 24 января, эстафета берет курс на север в Аль-Туа-Дидже, больше известный как Южный Тироль. В этой области 68% населения говорит на немецком. Перед завершением программы давайте поговорим об одном из олимпийских видов спорта, а именно о керлинге. История взаимоотношений керлинга и олимпийского движения очень похожа на любовную историю. Впервые керлинг появился в программе зимних олимпийских игр в 1924 году в Шамане в качестве демонстрационного вида. Также он был в программе игр 1932-1936 года, в 1964-1988 годах и в 1992, но никогда не признавался официальным. Впервые керлинг был принят в олимпийскую семью на игры Панагана в 1998 году. Вот правила игры вкратце. Команда состоит из четырех человек, игра идет на катке размером 44,5 метра. Каждый член команды имеет по два камня в каждом энде. Цель – доставить камень в дом, как можно ближе к противоположной границе круга. В Слоплэк-Сити соревнование по керлингу выиграла команда с Туманного Альбиона. Вторыми стали швейцарки, третьими – канадки. У мужчин победителями стали норвежцы, одолевшие по итогам 10 эндов канадцев. Третьими стали швейцарцы. В Турине у мужчин и у женщин будет по одной группе из 10 команд. Первые четыре выйдут в полуфинал. Главным претендентом на титул является Канада. Девушки выиграли 13 титулов, по пять раз завоевывали серебро и бронзу. На счету мужчин 27 побед в 47 чемпионатах, а также пошли в вторых и третьих мест. Также к фаворитам стоит отнести Швецию, действующие чемпионки Европы и мира. В женском турнире у мужчин фаворитом являются также шведы и британцы. На этом наша программа подходит к концу. Скажем эстафете Олимпийского огня. До свидания. Встретимся уже в следующую среду. На следующей неделе Олимпийский огонь посетит картину Дампетсо, Леко, Павио, Милан. Ну что же, на этом все. Пока. Не скучайте. Субтитры создавал DimaTorzok